здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно подписывайтесь в этом обзоре мы посмотрим рыбку окунь стеклянный что же это за рыбка стеклянный окунь получил свое название за прозрачное тельце через который видна костная структура и внутренние органы рыбки в продаже встречаются крашеные стеклянные окуни печальная история природе окраска не имеет никакого отношения и выкрашивают искусственно на фермах в юго-восточной азии вводя люминесцентные краски эта процедура подразумевает под собой укол после чего большинство рыб не живут дольше двух месяцев но выжившие окрашенные рыбки могут жить до трех и даже до четырех лет окраска кстати быстро бледнеет несмотря на это нашей стране они свободно продаются а вот в европейских странах запретили продавать крашеных стеклянные окуни уже очень очень давно могут жить солоноватой воде и в природе даже встречаются в воде средней солености но по большей части все же живут в пресных водах более того большинстве природных водоемов вода мягкая и кислая кстати параметры воды должны быть по аж 5 5 и до 7 любит они не яркий рассеянный свет и теплую воду в районе 25 30 градусов стеклянные окуни держится в стайках выбирая для обитания места с большим количеством растений и укрытий максимальный размер этой рыбки достигает 8 сантиметров в целом это довольно неприхотливая рыбка но если ваших окуньков содержали в солоноватой воде вам придется медленно аккумулировать их и переводить на обычную пресную воду лучше всего это делать в отдельном полностью функциональном карантинном аквариуме солоноватой водой постепенно понижайте соленость воды в течение двух недель заменяя ее около 10 процентов ежедневно совместимость очень мирные рыбки стеклянные окуни могут стать жертвой хищников угливы держатся в укрытиях эти рыбки живут только в стайках чтобы они чувствовали себя в безопасности вам понадобится стайка минимум из шести рыб подходящими соседями для них будут данио реррио клинопятнистые разборы мелкие барбусы радужницы и подобные им мелкие доброжелательные рыбки кормили кормление не станет вашей головной болью так как эти рыбки неприхотливы и едят большинство живых замороженных и искусственных кормов разведение у самцов анальный и спиной плавник голубоватые и цвет тела чуть более желтый чем у самок эти различия становятся более явными когда начинается нерест и окраска усиливается в природе индийские стеклянные окуни размножаются весеном дождей когда вода свежая и мягкая пруды озер ручей и рек наполняются водой выходя из берегов и значительно возрастает количество корма если в аквариуме стеклянные окуни содержатся солоноватой воде то большая подмена воды на свежую и пресную может служить стимулом для нереста в аквариуме они не ресятся регулярно но икра поедается чтобы поднять малька нужно отсаживать рыб в отдельный аквариум с мягкой водой и температурой около 30 градусов заранее в нерестовик запускают самок и обильно кормят живым или замороженными кормами примерно неделю после этого запускается самцы желательно ночью так как нерест начинается рано утром рыбки разбрасывают игру среди растений после чего родители удаляют воду лучше добавить несколько капель метиленового синего во избежание поражения икры грибком личинка проклевывается через сутки но мальки останутся на нерести еще в течение 3-4 дней пока не рассеется желтый мешочек после того как мальки из стеклянного окуня начинают плавать их кормят мелкими кормами как такими как инфузория зеленой водой микрочервями и так далее по мере роста дают науплю артемии на этом все мои дорогие друзья спасибо вам за внимание не забывайте ставить палец вверх всего вам доброго до новых встреч до свидания обязательно подпишитесь на наш канал до новых встреч до новых встреч